Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Как вы знаете, у нас была небольшая задержка, небольшой гэп в размещении видео на нашем канале. Это связано с тем, что мы вышли из Валенсии и перешли Атлантический океан. И сейчас находимся на Мартынике. Это остров на Карибах. И мы начинаем новую серию. Во-первых, океаническую. Мы вам расскажем весь переход, который мы совершили. И следующая серия будет Карибская. То есть мы вам будем рассказывать о всех Карибских островах, на которых мы будем находиться. Поэтому следите за нами, оставайтесь, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. А мы со своей стороны будем вас радовать интересным контентом. А пока немножечко заката, Карибского заката. Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы начинаем достаточно сложный и серьезный выпуск, который будет посвящен подготовке лодки нашей команды к нашему длительному путешествию. Напоминаю, что мы выходим из Валенсии и идем на Тенерифе. И с Тенерифе в середине декабря мы идем через Атлантику. И это путешествие займет 21 день. То есть к этому мы должны быть готовы очень серьезно. Короче, яхтинг это не всегда шампанское, как вы понимаете, а еще иногда и плохая погода, в которую сидишь постоянно дома. И чем себя занимать, когда ты дома? Так вот, друзья, есть чем заниматься. У нас практически тонет тузик. Смотри. Короче, полный туз воды. Ты поаккуратнее-то. Нормально, по веревочке. Какой же он, зараза, мягкий. Мягкий, ну. Давай я тебе передам, может, ему. Так. Ай, вон, оно плещется. Давай, скорее. Балансировка. В чистом виде. Ну, естественно, с мокрыми ногами мы таки... Добрались до дна. ...точерпали этот тузик. Так, ну что, я полез вылазить. Лезь вылазит. Чем еще можно заниматься в праздливую погоду? Ух! К нам приехал ЕПИРБ. Вот такая штука. ЕПИРБ это emergency radio buoy. Про систему безопасности я потом вам сделаю видео. И расскажу по всем системам на лодке. А пока в формате подготовки трансатлантики мы будем его сейчас устанавливать в то место, в котором он должен находиться. В ЕПИРБе хранятся данные по MMCI. То есть это MMSI, извините. То есть это номер, который присваивается лодке в международном реестре. И в случае чего, вот эта вот штука выпадает за борт и начинает через антенну по всем частотам, спутниковым, радиочастотам, передавать информацию о том, где вы находитесь, и о том, что вам необходима помощь. Далее. Что к нам приехало еще? Такая вот коробочка. Это гидрореле. Гидрореле, его задача я вам уже показывал, что мы ждем новое гидрореле, чтобы вытолкнуть ЕПИРБ наружу. Короче, давайте его сейчас будем ставить. Для этого мы отдираем наклеечку, которую написано надо отодрать. И сейчас берем маркер и ставим дату, когда нам нужно будет это гидрореле заменять. По правилам, по нормативам в Испании, может быть, в Европе в принципе, такие реле меняются каждые два года. У нас он был чуть больше четыре года, но, насколько я понимаю, они все равно рабочие, просто есть правила и регламент. Поэтому давайте это ставить сейчас в штатное место. Короче, вставляется оно вот так, вот этой штукой кверху. И опускаем ее. Вот, все. То есть, как это срабатывает? Когда это гидрореле опускается под воду, срабатывает датчик и отстреливает всю эту систему, и ЕПИРБ улетает наружу, всплывает и активируется. Так, это мы всунули. Далее вставляем сам ЕПИРБ. Он у нас ставится как-то вот так. Вот. Ставится и все. Антенка будет вокруг него. В случае чего он просто дальше улетает. Дальше у меня есть крышка. Крышку мы одеваем вот здесь, снизу. Антенку заправляем. И для того, чтобы крышка держалась, одевается сюда вот такой вот пин. Вот, сбоку. Все. И потом, в случае того, когда срабатывает реле, вся эта конструкция улетает в воду, и реле всплывает. Все. Мы готовы к Атлантическому переходу в плане ЕПИРБа. Так, друзья, я вам уже говорил, что вода в кранах, которой мы пользуемся, наливается и с пирсом. И проблема в кранах в том, что краны кальцинируются. И вот мы зашли сегодня в Лерой Мерлин и купили вот такую штуку. Это декальцинатор. То есть, как это все выглядит. То есть, вот идет у нас коробочка. И в ней вот такая штука. Короче, видите, в ней гранулы. Вот эти гранулы, это как в стиральной машинке, в посудомоечной машинке. Эти гранулы смягчают воду и убирают всякий кальций. То есть, это такая соль. И вот сейчас мы эту штуку подключим на водопровод. И к нам в баке будет наливаться уже вода, которая будет, вот этот кальций, все осадки, которые откладываются на трубах и на кранах. Мы их будем убирать с помощью этой штуки. И к ней мы купили большой мешок соли, 25 килограмм. Заплатили за него 10 евро. И я его забрасывал на лодку. И он у меня с лодки упал. И я его утопил. Ну, придется купить еще один пакет с солью такой. Короче, просто здоровенный мешок. Я его решил забросить, но не получилось. Это замена газовых баллонов. Потому что наши старые газовые баллоны пришли в полную негодность. И есть еще сложность. У нас осталось полбаллона газа. И с этими полбаллонами мы Атлантику не перейдем. Нам нужен, наверное, баллон. Потому что газ используется в переходе очень сильно. И наши газовые баллоны американского стандарта они уже полная рухлядь. То есть они ржавые. И их использовать мы уже совершенно не можем. Мы купили местных французских баллонов. Три штуки. Сейчас я вам их покажу. Красивенькие, классные, пластмассовые. Для яхтинга идеально подходят. Но есть один момент. Когда мы перейдем на Карибскую сторону Атлантического океана. Заправить газовые баллоны, которые французские, мы сможем только на Мартиннике и Гладелупе. А если мы идем дальше, там только американский стандарт. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы мы могли подключить баллоны. Подключить их по европейской системе. Использовать на Карибах и дальше заправлять. И далее использовать эти же баллоны, но только с американским стандартом. Давайте я вам покажу, то, как выглядят сейчас наши ржавые. Вот они. Можно посмотреть. Тут вообще хорошо видно. Он уже даже лопнула металлическая часть. Как вы видите, наверное, в таких баллонах газ все-таки хранить не стоит. Короче, вот это жесть и вот этот ужас. Таких баллонов у нас три, поэтому сейчас они пойдут на мусорник. Короче, вот этот люк газовый. У нас здесь лежат куча всяких шлангов. Вот этот шланг, это европейский для маленьких баллонов. Мы их используем для гриля, то есть кемпинг-газ. А вот это, вот это, это американский стандарт. Вот выглядит он вот так. И закручивается. Ну, правда, уже себя немножко плохо. Он себя немножечко плохо чувствует. Может, придется купить новый, но неважно. Суть понятна. Вставляется и закручивается. Значит, смотрите дальше. Вот наш баллон. Вот вы видите, что заливать с боков он вообще выглядит печально. и с боков заливать уже ржавый настолько, что я уже заливать его просто боюсь. И это тоже американская, или, не знаю, какая-то система. Короче, сверху идет вентиль. Вентиль закручивается и откручивается такой большой вентиль. Вот я вам сейчас покажу. Нет, пока нет. Вот вы видите, какой здесь вот вентиль идет, такой с большой резьбой. и вот то, как выглядит. Отсюда видно, да? Вот. И в этот же вентиль вставляется вот этот вот баллон. То есть он вставляется вот так и закручивается. То есть это одинаковая система для американских, австралийских, ну, короче, для всего Пасифика и так далее. Вот. Наша задача поменять этот баллон. Может быть, не сейчас, а когда он у нас закончится, потому что тут еще половинка осталась. На красивые баллоны, которые мы купили фирмы Рипсол. Вот мы купили такие красивые баллоны. Вот вы видите. Деночка, покажи. Вот тут у нас их три штуки. Вот. Каждый баллон по 6 килограмм. И у них совершенно другой носик. Вот. Вот такой вот. Это европейский стандарт. И сверху на него одевается вот такой регулятор, который можно купить в любом строительном магазине. Он стоит 19 евро. То есть вот так он одевается, нажимается. Я сильно его одевать не буду, потому что он начинает шипеть. Выдавливается и отпускается. И вот с таким вот регулятором отсюда идет газ уже на комфорку. Но. Вот этот регулятор, он имеет не просто это не просто как бы клапан, который сверху одевается. Там еще и уменьшение давления. Я забыл, как это называется. Ну, неважно. Короче. С большого давления, который в баллоне, переходит на давление, которое маленькое уже идет в газовую плиту. То есть задача в чем? Если мы этот регулятор оденем сюда, то через него мы заправить баллон не сможем. потому что здесь уже будет низкое давление. Нам нужен какой-то прямой ход, через который мы сможем впоследствии заливать европейские баллоны через американский стандарт. И вот я сейчас сходил в яхтенный магазин и из разных наборов собрал один, который я вам сейчас покажу. То есть это был и кемпинг-газ, и обычный бытовой газ, и газ для гриля в лодках. Короче, вот такая огромная комбинация всего. команда, 60 евро за весь комплект. Но зато у нас будет газ, который мы сможем пользоваться по всему миру, и набор регуляторов, которые я сейчас собрал, и для яхтсменов. Этот вопрос очень важный, потому что эти собственно газовые проблемы это большая головная боль для всех. Причем это такая головная боль, что люди не знают, что делать, они покупают другие баллоны, заправляют их в другом регионе, а потом поднимают и переливают из одного баллона в другой. Мы хотели от этого избавиться и сделать нормальную систему, которую мы сможем нормально использовать. Комфорки новые, старые, главное не перепутать. Я думаю, что это маловероятно. Короче, ставим комфорки. Вау! Прямо какая-то магия. Теперь у нас будет новая плита. Ну, что, теперь тестируем, как будет газ идти. Сейчас обгорит вся новая краска. Ну, смотри, как круто. Нормальный газ, красивый. Вот тут по чуть-чуть. А там у них эти ножки стоят. Ну, все, давай следующую. Вау! Вот это демобильное чудо-чудо. Не бывает такого. Не бывает такого. а м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»